Добрый день еще раз. Меня зовут Архипов Кирилл, я являюсь руководителем маркетинга подразделения семена компании «Сингента». Сегодня проходит регулярная встреча, как вы уже знаете, каждый год мы проводим такие встречи с сельхозпроизводителями. Она посвящена результатам урожайности гибридов компании «Сингента» в сезоне 2021 года. Года любого, который следует за уборочной компанией. И наша основная задача на сегодня – понять, как сложились условия текущего года и какие продукты показали результат в конкретных условиях. Для чего это нужно? Естественно, перед вами будет сейчас стоять выбор сложный гибридного состава на следующий сезон. И в том числе вы должны понимать динамику погодных условий, а что с экономикой происходит, а какие продукты могут дать ответы на ваши потребности. Соответственно, вот как раз сегодня это та встреча, на которой мы постараемся вопросы раскрыть. И содержание вебинара до сегодняшнего – это климатические характеристики сезона 2021 в регионе «Центр». Мы расскажем про то, в каких точках наша команда, отдел продаж, испытания, отдел исследований и развития закладывает точки. Соответственно, те данные, которые мы получаем, вы всегда сможете найти ответы, как тот или иной продукт показывает результат рядом с вами, с вашими условиями. Ну и потом будут две секции. Подсолнечник, результаты сезона 2021, кукуруза аналогичная. И внутри мы расскажем про аналитику рынка конъюнктуру, портфель гибридов и результат. Замыкающий интересный момент будет – это цифровые сервисы «Сингента», «Крупа» и «Светселектор». Иностранные слова, да, но о чем это все? Это цифровые системы, простые программы довольно, которые «Сингента» разрабатывает для сельхозпроизводителей, аккумулирует весь опыт в 15-20 лет урожайности, климатических условий продуктов «Сингента», чтобы вы смогли сделать правильный выбор, например, на следующий сезон гибридного состава, получить сервисы по оптимальным срокам уборки и так далее. Здесь Миша Копытин расскажет про эту часть. А теперь у вас мало времени, мы вас в это ценим. Начнем. Иван Васильевич, пожалуйста, ребята, Игорь Тимошенко, Натин. Добрый день, коллеги. Меня зовут Афанасий Иван. Компании «Сингента» я отвечаю за группу технических экспертов по семенам подсолнечника. И, конечно же, прежде чем мы ворвемся в результаты сезона, как себя показали гибриды непосредственно, которые уже занимают в портфеле большое количество и плюс новинки, конечно же, нужно же посмотреть, какая погодные условия сложились на территории. По влагообеспеченности и по высоким температурам, и вообще по температурам, которые были. Если говорить о влагообеспеченности, то вы видите на рисунке, на слайде, что условия влагообеспеченности были крайне неравномерны. Мы видим, что у нас там юг и восточная часть Воронежской области было превышение по среднем многолетним осадкам, было превышение у нас в Брянске, да, то есть отдельные территории у нас, можно сказать, есть превышение по среднем многолетним по выпадению. Это Тамбовская область, часть Пензенской области, кусочек Рязанской области. То есть даже в пределах одного, получается, одной области, даже соседние районы имели разную влагообеспеченность в течение сезона. И если посмотреть, то эти проблемы у нас начались еще в осенний период с вами, да, то есть отсутствие осадков приводило к тому, что мы нормально не смогли с вами отсеяться и провести пассивную кампанию зерновой группы. И часть озимой, конечно же, в зимний период, в весенний период просто погибли, не сформировавшись. И фактически это привело к тому, что в регионе центр увеличился, площадь увеличилась под пересевом. Этот сезон, как, конечно, сейчас тоже, как бы, выглядит не очень хорошо по зерновой группе. И сейчас мы видим по Центральному федеральному округу, что 268 тысяч гектар по сравнению с 2020 годом, они не досеяны, да. То есть и, конечно, ну как в кавычках, в чемпионах таких находится Орловская, Курская область, да, то есть где там по 40-50 тысяч гектар озимой пшеницы не досеяно. Какая будет зима, это, конечно, там вопросы, но мы уже готовимся к тому, что, скорее всего, это приведет к тому, что будет какая-то площадь под пересев. Если же по погодным условиям уже в сезоне 2021 года посмотреть и вернуться, то мы видим, что и в Белгородской, и в Курской области, и в Липецкой области наблюдались довольно жесткие условия с осадками. И это, конечно, не могло не отразиться на урожайности кукурузы и подсолнечника. И более того, вкупе с низким запасом влаги еще и нам добавились такие проблематики, как высокие температуры во время цветения. И в отдельных территориях вообще были зафиксированы высокие температуры, да, выше нормы за последние там 10 лет. То есть это приводило к тому, что и это влияние оказывалось и на опыление. То есть часть маслосемянок или там, получается, зерновок было просто сброшено, да, то есть и, соответственно, это приводило к тому, что урожай гибридов не был полностью раскрыт. Но вот такие даже жесткие условия, они показали то, что необходимо формировать какую-то мозаику в рамках хозяйства и не делать ставку на один гибрид и насыщать гибридный состав не только по группе спелости, но еще и по интенсивности и еще и смотреть по засухоустойчивости. Ну и немаловажный вопрос, который мы постоянно на каждой встрече с вами обсуждаем, это выбор оптимальной густоты согласно вот того запаса продуктивной влаги и осадков, которые выпадают и планируются на сезон. При этом, если со стороны прогноза нам тяжелее сказать, то оценить запас продуктивной влаги и от него оттолкнуться, конечно же, это те цифры, которые мы с вами можем весной иметь и от этого отталкиваться. Если говорить за линейку опытов, которые были в сезоне 2021 на территории Центрального федерального округа, мы видим с вами, что более 200 точек было заложено в сравнении с различными гибридами разных компаний. По подсолнечнику, по кукурузе более 160 точек было заложено, по кукурузе в сравнении с какими-то гибридами других компаний. Это мы показываем только то, что было у вас в полях, это демо так называемые, это сэмплинги. Мы не включали сюда опыты, которые направлены на анализ портфеля внутри компании Сингента, какие-то технические опыты по густоте, по удобрению, мелкоделяночные, какие-то центры экспертизы, полевые города. Это только то, что непосредственно было и касается ваших условий, ваших хозяйств, получается. Поэтому сеть, она довольно огромная и она позволяет сделать компании Сингента выводы и поделиться. Но прежде чем, когда мы перейдем к результатам сезона, нам нужно понять, а что вообще сейчас творится на рынке подсолнечника, какие ситуации есть у нас с пассивными площадями, с ценами, с тенденциями. И в этом отношении я попрошу портфолио менеджера Игоря Тимошенко поделиться информацией. Добрый день, коллеги. Иван, спасибо, что представил. Да, я Тимошенко Игорь. Я представляю портфель гибрида по словам компании Сингента в России и Казахстане. Слышно, да? Мне все нормально? Good? Да-да, все отлично. Хорошо. Хотел рассказать, какая ситуация в этом году сложилась с площадями основных сельхозкультур в России. Можете наблюдать, что по правой шкале это зерновые, соответственно, это вне конкуренции по площадям. И все остальные культуры можно мерить по левой шкале. Подсолнечник здесь представлен оранжевой линией. И вы видите, что в 2021 году в России сформировалась площадь под подсолнечником на уровне 9,5-9,6 миллионов гектар. Минсельхоз говорит 9,6. То есть это исторический максимум вообще за все время существования культуры в стране. И этому было, собственно, несколько причин. Первое, естественно, это маржинальность культуры, то есть как мнимая маржинальность по отношению к предыдущему году. То есть мы в конце прошлого сезона видели цену 50 и 60 тысяч рублей за тонну. Но когда сформировалась такая цена, рынка по сути не было. То есть объемов уже у сельхозтоваропроизводителей практически не было. Рынок был достаточно тонкий. Поэтому говорить, что такая цена нормальная, не приходится. Плюс как раз-таки это, наверное, больше к региону-центру относится. И к северной части региона Поволжья. Это плохое состояние зимой культуры на весенний период 2021 года. То есть в регионе-центр засеяли подсолнечника на 200-300 тысяч больше, чем среднестатистически. Я, честно говоря, сначала даже не верил в эти цифры, но мы с ребятами ездим по всей стране. И действительно, даже как эмоциональное состояние, когда проезжаешь по полям, я в регионе-центр столько подсолнечника не видел никогда. Вот. И, собственно, вот что сформировало тоже такую площадь. Вот первое, да, это состояние зимы. Второе, это нацеленность на получение цены 50-60 за тонну тысяч рублей. Вот. И плюс еще сформировался дефицит на другие пропашные культуры, например, на кукурузу. То есть вы понимаете, что когда зимы в плохом состоянии, нужно сеять пропашные. То есть здесь, наверное, лучшей кандидат все-таки будет подсолнечник, либо кукуруза. Но когда не семян кукурузы, получается, что все эти площади притекли в подсолнечник. И что мы ожидали вообще? То есть, ну, представьте, 9,6 миллионов гектар при средней многолетней урожайности нам бы дал валовку по стране на уровне 17-18 миллионов тонн. Что, соответственно, бы обвалил рынок сырья подсолнечника, потому что, собственно, у нас ограниченное потребление в России. Ну, там всего 4,5-5 миллионов тонн. Все остальное идет на экспорт. Но, опять-таки, есть и соседняя страна, Украина, которая производит еще больше подсолнечника. Соответственно, мы бы просто вдвоем обрушили бы рынок сырья. Но, как бы это плохо не звучало, но сравнительно низкие урожайности в этом году помогли сдержать цену. То есть, при прогнозе в 17-18 миллионов тонн в валовке мы ожидали получить цену 25-35 с МДС. Но видим, что на данный момент, вот по последним данным еще вчера проверял, где-то 15,3 на молот, вот, ну, для понимания, что такое вот 15,3 миллионов тонн, это на 200 тысяч тонн меньше, чем в 2019 году при площади 8,4 миллиона гектар. Вот, то есть, это, ну, нормальный урожай, вот, который рынок способен поглотить. Вот, и поэтому цены будут сейчас держаться вот на уровне 35-40 рублей. Вот, но есть определенные ограничения, вот, почему эта цена не будет сильно вырастать в будущем. Кто следит за мировым рынком, вы знаете, да, что у нас рынок, как бы, он общий, мировой, и, соответственно, все эти цены формируются не в одной стране, а на мировой арене. Вот, на портах можете смотреть, и можете посмотреть, что сейчас в Европе посолочник торгуется в районе 700, но я буду в долларах говорить, да, потому что никто там в рублях не торгует, 700-750 долларов за тонну посолочника. Вот, если вы переведете сейчас в доллары наши цены, то это будет 500-550. То есть, закономерный вопрос, а где остальные 200, да? То есть, можете закладывать эти 200 первое на логистику, вот, второе на маржу переработчиков и третье на экспортные пошлины. Вот, и обратите внимание, что сейчас с 1 декабря экспортные пошлины на посолочник вырастут с 219 долларов за тонну до 277 долларов за тонну. То есть, говорить о том, что посолочник будет стоить 50-60 рублей за тонну, ну, к сожалению, наверное, не приходится. Вот, и что будет влиять сейчас на цену посолочника, это, наверное, все-таки больше курсовая даже разница, чем конъюнктура рынка. Если мы будем иметь, например, 80 рублей за доллар, то, соответственно, это будет, ну, 45 рублей за тонну с НДС. Вот, поэтому еще плюс, смотрите, сейчас все ждут цену, держат, у кого есть возможность держат на складах под солнечник, и, соответственно, есть такой искусственный дефицит на рынке, да? Но видите, что минералка, минеральное удобрение сейчас торгуется без кредитов, то есть все в деньги, плюс остальные кредитные обязательства у сельхозпредприятий вынудят все равно посолочник это сбывать. Вот, и когда вся эта масса поедет на рынок, вот, соответственно, вы понимаете, какая будет ситуация складываться. Вот, поэтому ситуация такая. Вот, а на следующий сезон, несмотря на то, что цены не такие благоприятные, да, как в прошлом, все равно посолочник остается очень маржинальной культурой, вот, и плюс сейчас вот особенно в регионе Поволжье опять со зимами складывается не очень хорошая ситуация, очень контрастный регион, ну, где-то очень сильно засушило, где-то очень сильно залило, то есть ничего такого вот среднего нету. Вот, поэтому мы уже ожидаем снижение площадей под озимами, там, ну, в порядка полтора миллиона тонн, то есть куда эта вся площадь пойдет, вы тоже можете догадаться, то есть будет откат, естественно, да, то есть 9,6 миллионов гектаров, это не совсем нормально, вот, по нашему севообороту, но будет откат, но незначительный, то есть мы ожидали, что там будет где-то 8,8, вот, но сейчас мы видим, что какая ситуация складывается, где-то 9,2, вот. И что же самое касается региона центра, то есть зимы будут в цене, вот, подсолнечник, скорее всего, не будет такой интересный, да, вот, ну, все равно, как бы, все, все относительно, да, то есть относительно будет все равно маржинальная культура. И что касается вот зернобобовых, все-таки, когда были вот ожидания еще вот 3 года назад, вот, на форуме говорили, что сейчас соя взорвет рынок, вот, но вы поймите, что в России не гомошная соя, вот, и она не на 100% конкретно способна с мировым урожаем, да, поэтому говорить, что мы в ближайшей перспективе станем соевой страной, ну, не приходится. Что касается технологий под, на подсолнечнике, вот, складывается уникальная ситуация, то есть зелененькая, это No Technology, да, это классика, синенькая, это Clearfield, ими, это Clearfield вместе с Clearfield Plus, ну, технически, по сути, это один сегмент, да, вот, и желтенький, такой оранжевый, это сульфа, то есть трибинаромметиловые гибриды. Интересная ситуация складывается, ну, это, это данные иностранного, кстати, международного агента, который работает в России, это, кстати, независимые данные, да, но по нашим расчетам, собственно, примерно картинка такая же, то есть она, ну, не отличается от нашего мнения. Площади под технологиями разбились в этом году уникальным образом, это в каждом по треть, то есть 33% классика, 33% Clearfield вместе с Clearfield Plus, и треть – это дребинеронметил. Какая будет дальнейшая тенденция, вы, наверное, сами понимаете, то есть классика будет снижаться, ну, здесь есть определенная ограниченность, как сказать, пометка, что классика в высокопродуктивных гибридах, она уже, как бы, сформировала свой рынок, и здесь основное падение будет, в основном, за счет падения сортов низкопродуктивных гибридов и, наверное, еще немножко крупноплодки, потому что это, ну, это тоже подносится к сортам. Вот, поэтому классика высокопродуктивная, она будет падать, но не с такой уже скоростью. Вот, те, кто уже сформировал свой севобород под классику, соответственно, ну, уходить навряд ли от нее будет. Но, тем не менее, если посмотрите, куда вся эта классика, которая падает, уходит, вот, это все дело идет в гербициды. И в этом году Сульфа догнала Клиарфилд вместе с Клиарфилдом Плюс вместе взятыми. Вот, и дальше Клиарфилд вместе с Клиарфилдом Плюс уже будет стагнировать, то есть это стабильный рынок, плюс новые площадя, плюс засоренные поля. Но здесь есть определенная тонкость, что рынок будет из Клиарфилда перетекать в Клиарфилд Плюс, но, опять-таки, я говорю, что это один сегмент технологический, что будет в основном перетекание из Клиарфилда в Клиарфилд Плюс не из-за технологии, да, как самой таковой, а из-за стартосмены. То есть семейные компании сейчас в основном регистрируют Клиарфилд Плюс, а не Клиарфилд Гибриды. И в поиске новых продуктовых решений фермеры будут переходить на более свежую технологию. И что касается сульфа, это, естественно, быстрый контроль сорняков, это и надежность контроля сорняков, да, и отсутствие фиттотоксичности на зерновых, вот, поэтому, естественно, и плюс на рынке появляется очень большое количество сульфогибридов. Собственно, все это продиктовало такой взрывной рост сульфа на рынке. Ну, пару слов о новинках, что меня уже поджимают. Вот, Avenger, C-Avenger, это раннеспелый гибрид для технологии, для производственной системы Клиарфилд. Вот, если вы читали внимательно каталожки наши, видели, что у разных гибридов есть интенсивный, экстенсивный, умеренно интенсивный тип. Вот, у Avenger и еще одной новинки, Xiaomi, уникальное положение, мы написали им универсальный тип. Вот, хочу пояснить, что это значит. C-Avenger, как таковое, вот, мы испытываем уже, вот, несколько лет в России, и могу сказать с уверенностью сейчас, что во всех условиях, то есть, например, в засушливых условиях, гибрид ведет себя как один из лучших гибридов по засухе. В интенсиве гибрид раскрывает себя совершенно с другой стороны, и может дать урожай на уровне самых высокоинтенсивных гибридов. Вот, и тем не менее, на полях, где есть, так сказать, переходный, да, наутил, это не совсем наутил, это больше, наверное, экстенсив, да, по-моему, поначалу считается. Там Avenger тоже себя показал с наилучшей стороны. Вот, плюс ко всему, это двойной контроль заразихи. Вот, первый идет, вот, генетической устойчивости, это АДЖИ, причем сильные АДЖИ, и плюс еще контроль химический заразихи. И что интересно, вот, почему мы сейчас вот сместили фокус именно на таком профиле, рынку нужны ранние гибриды, вот, как бы мы не хотели, вот, не старались регистрировать и поздние, но, ну, понятно, что в любой культуре, чем позднее срок созревания, чем больше группа спелости, позднее группа спелости, тем больше потенциал. Но рынку нужны ранние гибриды, и мы как раз вот начали искать самый лучший материал среди тысяч-тысяч раннего материала и нашли вот, кстати, нашли, да, то есть создали два гибридов, вот, Avenger и Suomi, которые при ранней группе спелости формируют урожай на уровне среднеспелых гибридов. То есть ранняя группа, которая рано, цитиотранно созревает, может дать урожайность на уровне таких гибридов, как, например, Неома. Вот поэтому вот настоятельно рекомендую попробовать. Вот что касается вот фото с полей, на севере ареалово-зделывания посолочек, особенно в регионе Центр, много проблем с каротиней, с белой гнилью. И Avenger показал себя здесь с наилучшей стороны, и на локации вот даже вот в Мордовии, когда тестировали гибрид, поражение было колоссальное на поле, и когда у других гибридов поражение было от 20 до 60%, Avenger поразился всего на 2-3. Причем это касается и корневой формы, и стеблевой, и корзиночной. Что касается сроков созревания, вот даже вот для примера показали, вот рядом обсев это среднеранний гибрид, который еще зеленый, а Avenger уже практически готов к уборке. Ну вот плюс ко всему, это отличная технологичность, это отсутствие высыпаемости, хороший обмолот, причем обмолот с хорошей натурой и с чистым гуртом, можно сказать, да, поэтому по части технологичности гибрид один из лучших получился. И Морозовский, это зона в Ростовской области, там где у нас самая жесткая заразиха не только в России, но и в мире. Вот, и там тоже есть участок, где тестируем гибриды на их устойчивость к заразихе, и даже без обработки Clearfield'ом гибрид, вот видите, да, вот на соседней делянке, там просто уничтожен, можно сказать, растение. А Avenger стоял, прекрасно цвел, хороший тургор, вот сформировал хороший урожай, то есть вы, собственно, будете защищены и от засухи, и от заразихи, и от каких-то пиковых температур, когда они приходятся на группу среднеспелую. Вот Xiaomi HTS, это наша звездочка в, как сказать, в сегменте сульфа, да, то есть это гибрид для применения гербициды Express компании FMC, и опять вот как у C Avenger'а, здесь мы написали универсальный тип, потому что гибрид Xiaomi показал себя с самой-самой хорошей стороны, вот на протяжении вот сколько мы его уже 5 лет испытываем, и не было ни одного участка, ни мелкоделяночного, ни дема, там, где Xiaomi выглядел бы плохо, ни одного за 5 лет. Представьте, вот какой он, насколько гибрид универсальный. Причем, что касается и заразихи, то есть это обусловлено тем, что гербициды Express, по сути, не контролируют заразиху, могут чуть-чуть сдерживать, но наличие генетической устойчивости, оно здесь наиболее важно, намного важнее, чем в Clearfield гибридах. И тем не менее, даже без обработки, Xiaomi на заразиховой зоне показал прекрасные результаты. Еще момент, что Xiaomi – это третий гибрид в нашем портфеле, который дает какую-то запредельную масличность. Первый гибрид – это был Sumika, тоже для Sulfo, для Express. Второй гибрид – Chester, ребята за него, наверное, расскажут. И вот третий гибрид – это Xiaomi, который дает масличность 53-55. Мы получали данные, причем не наши данные, это прислали ребята с производственных полей, 56% на сухую массу. То есть это гибрид, с которым получите не только гарантированную урожай, но и гарантированную масличность. И новый – это технологичность. Это и отсутствие накопления влаги при полувертикальном положении корзинки, особенно это актуально для северо-центрального Черноземья. Но тем не менее, даже при таком положении корзинки, на юге корзинки не подгорали. То есть они наклонялись и были защищены от солнца. Это выровнение у нас, это дружное созревание. Опять-таки обратите внимание на скорость созревания. Вокруг это достаточно ранние гибриды были. И плюс, что, наверное, не так важно, но все равно приятно. Это внешний вид растения. Вчера мне закидали камнями, что я сказал, что у Сингента не занимается их цветочками. Занимается. У нас есть цветочный отдел, но это не пропосудочник. Мы занимаемся технической культурой, где мы нацелены на урожай. И на масличность, и на другие его технические составляющие. Но тем не менее, если вы посеете гибрид с воми, на его посеву не стыдно привозить партнеров, друзей. Гибрид прекрасно выглядит. Замечательно имеет внешний вид. Суберик HTS – это тоже новинка для гербицида «Экспресс» компании FMC. Это гибрид уже умеренно интенсивного типа, но с среднеспелой группы спелости. Тут вопрос, наверное, чем он отличается от суммика. Потому что профиль примерно такой же. Это сульфа – среднеспелый гибрид. Но суммика – это один из самых высокоинтенсивных гибридов для сульфа, для гербицида «Экспресс». Суберик же немного более экстенсивный. И поведение в экстремальных условиях переносит немного получше. То есть даже в полях 2020 года, в юго-востоке центра, в части юга, видели на разных гибридах некрозы корзинок. Но в то же время на тех же участках гибрид Суберик стоял с прекрасным тургером. Зеленый, без каких-то некрозов и так далее. Плюс это высокая устойчивость заразихи. Уровень АДЖИ, то есть уровень Алькантара, Купавы, Ласкалы – достаточно хороший уровень. И, что я уже говорил, даже при очень таких стрессовых условиях, гибрид сохраняет фотосетистические свои способности. Он формирует хороший урожай. Имеет отличную опыленность при различных условиях и так далее. То есть этот гибрид очень хорошо пополнил наш Сульфа-портфель. Спасибо большое. Передаю слово Ивану. Спасибо, Игорь. Если касательно вернуться цифр, то есть Игорь рассказал сейчас и о новинках сезона 2021. Я же хотел поделиться рекордами, которые получены в условиях ваших хозяйств. И здесь мы видим отличнейшие результаты. Несмотря на то, что средняя урожайность по региону варьирует где-то от 21,5, это у нас средняя сейчас по Воронежской области, и около 26 центнеров могут похвастаться такой урожайностью хозяйства и область как Белгородская. Хотя понятно, что у кого-то 20, у кого-то 40 урожайностей, и мы видели эту пеструю мозаику, которая есть. И здесь мы с вами видим, что и Сумика, и Суоми, и Суберек есть возможность формировать по 44-43 центнера с гектара. Гибриды из производственной системы Клеофилд Плюс, и Бакарди, и Розетта, то есть это 40 и выше центнеров с гектара. И новинка Avenger, которая может формировать около 40 центнеров с гектара, то, что получено в этом сезоне. Это и Дункан, и уже ставшая именем нарицательный гибрид Неома, то есть и Фортиме. То есть вся вот эта линейка, все эти гибриды, они имеют возможность формировать даже в каких-то северных зонах. Вот, например, это Московская область, то есть уже подсолнечник и туда добрался, и с каждым годом мы видим, что подсолнечник идет все на север, на север. И вывод вот этих вот гибридов у компаний Сингента, Суоми и Avenger, это будет вам в помощь для того, чтобы реализовывать потенциал этих территорий, в которых есть проблемы и с болезнями, и есть вопросы с ограничением по вегетации. Если посмотреть более подробно на портфеле, куда сейчас компания движется, то наряду с теми технологиями, которые сейчас уже представлены на рынке, классическая технология, Kleofield, Kleofield Plus технология, Сульфа технология, компания сейчас ведет разработки, уже есть у нас материал, который мы отсматриваем, адаптируем по территории, это технология Air, которая в себя вобрала все лучшее, то, что есть в технологии Сульфа и Kleofield Plus, но о ней мы, конечно же, расскажем более детально, когда зарегистрируем. Если касательно портфеля компании Сингента, эта презентация будет выслана, здесь очень подробно нужно просматривать, но компания готова предложить и высоколиновые гибриды, и линолевые гибриды, как в классическом сегменте, в Kleofield сегменте, в Kleofield Plus, я рад, что у нас появились две новинки, это Duncan и Rosetta, которые позволяют уже в зонах, где есть проблематики с одной стороны с заразихой, с другой стороны с болезнями, позволяют возможности получать там урожайности. И сейчас, я не побоюсь сказать, что в Сульфа-сегменте у компании Сингента сейчас есть решение для любого сегмента, то есть если там три года назад бы мы с вами разговаривали, то здесь, конечно, уже в компании был только один гибрид сумика, который является стандартом для многих сейчас хозяйств по урожайности, по масличности. При этом компания не стояла на месте, и мы вывели еще дополнительно гибриды, как в раннюю группу спелости, так и в более позднюю группу спелости, это гибрид Суберик. И здесь уже, конечно же, собраны показатели, которые требуются непосредственно хозяйствам. И, конечно же, для хозяйств, которые заинтересованы в высоколиновом сегменте, то есть остаются такие гибриды, как Тути, гибрид Арка классический, и в Клеофилд группе это гибриды Эксперта и Коломби. Ну, а поподробнее о всех гибридах и результатах, которые они сформировали, я попрошу своего коллегу Потапенко Василия, который отвечает в регионе Центр за техническую поддержку, рассказать о результатах. Василий. Да, спасибо, Иван. Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. И мы начнем свое освещение результатов гибридов подсолнечника урожайности в регионе Цент от компании Сингента с технологией Клеофилд. Она являлась первой технологией гибрицидной на рынке, и компания Сингента была пионером совместно с компанией БАС, продвигая решение, новое решение для возделания подсолнечника на территории Российской Федерации. И начну я свое представление результатов по урожайности с гибрида Avenger. Игорь Тимошенко прекрасно о нем рассказал. Я перейду сразу к следующему слайду, на котором представлена информация по урожайности гибрида Сингента на территории ее центра, в хозяйствах территории, в ваших хозяйствах, где были с вашей помощью нашими менеджерами отдела продаж, заложены опыты демо, сэмплинги различного рода. И хотелось бы сразу рассказать, как информация представлена, как ее пользуются, что она рассказывает. В правом верхнем углу у нас табличка. Здесь представлена информация о количестве опытов, средней урожайности и средней влажности. Мы видим на сегодняшний момент, что гибрид Си-Авенджер был заложен на территории региона Центр в 49 точках. Получена средняя урожайность 28,4 центра зектара при средней влажности 9,1%. На графике представлена урожайность гибридов в каждой конкретной точке. Внизу подписан район и область, где был заложен данный демоопыт. Синий столбик показывает урожайность гибрида Си-Авенджер в Абаянском районе Курской области. Она составила 39 центров зектара. Желтый столбик показывает среднюю урожайность гибридов, которые также были в этом опыте. Это были и наши гибриды, и гибриды конкурентов. Это средняя урожайность по опыту. Синяя линия тренда урожайности показывает урожайность гибрида еще раз подчеркну Avenger. Желтая линия тренда показывает среднюю тренда средней урожайности. И мы видим, что гибрид даже в этих непростых условиях подчеркиваю ранней спелой группой показывает среднюю урожайность 28,4 центра уровень 39,4 центра урожай еще раз подчеркиваю мы очень рады что мы зарегистрировали этот данный гибрид и можем представить вам для того чтобы вы в своих полях использовали генетику и высоко урожайные качества гибрида Sea Avenger. Следующий гибрид от компании Синьента Легенда о нем очень много сказано это гибрид НК Неома высокоинтенсивный гибрид среднеспелой группы отличается высокой стабильностью урожайностью гибрид уже на рынке у нас больше 10 лет и является лидирующим по продажам и долей участия в поселах на территории не только регионно-центр но и Российской Федерации что касается результатов год был для среднеспелой группы погодные условия года для среднеспелой группы гибридов складывался не очень богоприятно но при этом гибрид хотя и давно все знают но был заложен 31 точке на территории региона хозяйство в основном использует данный гибрид не сколько для того чтобы изучить и подтвердить его качества которые все прекрасно осведомлены и знают но просто для того чтобы сравнить гибриды как гибрид сравнения то есть гибрид стандарт значит заложен еще раз повторяю 31 точке получена средняя урожайность 27 центеров зектара при средней влажности 9,2 рекорд у нас будут в основном рекорды в этом году исходя из температурных и вагообеспеченности условий территорий это области все-таки северные это Курск Орел Юх Рязани где складывались наиболее благоприятные погодные условия для раскрытия потенциала гибридов подсолнечек от компании Сингента так и мы переходим к развитию следующему сегменту гербицидной технологии которая получила свое развитие от системы Clearfield это Clearfield Plus это гибриды имеющие более лучшую генетику хорошую устойчивость к гербицидам и матозалиноновой группы и хорошее качество урожая и новинка нашего портфеля сирозетой КЛП это гибрид умеренно-экстенсивного типа которая имеет генетический механизм контроля заразихи раз АДЖИ ярко выраженную жаро и закусоустойчивость гибрид средне-ранние группы на ранних этапах развития очень бурно растет что позволяет ему демонстрировать высокие урожаи в текущем году при неблагоприятных условиях на территории практически всей региона центры а также территории Российской Федерации гибрид как у нас называют бездеход заложен был в этом году в 52 точках получена средняя урожайность 25,9 центров гектара при средней влажности 8,5 центров гектара максимальная урожайность была в этом году отмечена в ДЭМа Серебряно-Прутский район Рязанской области 47 центров гектара сейчас повторюсь ну и также на территории от севера до юга и от востока на запад урожайность гибрида показывает что гибрид является лидером в своем сегменте группе спелости в сегменте выращивания дает качественный урожай обладает высоким потенциалом и стабильностью и еще одна новинка в нашем портфеле это гибрид Дункан КЛП гибрид умеренно интенсивного типа его основными достоинствами являются это хороший профиль к болезням устойчивой толерантности к таким болезням как слеротиния переноспороз фомопсис дает стабильный урожай во всех почтно-климатических условиях гибрид среднеранний с хорошей масличностью в результаты демо и сэмпт текущего года значит заложен был в 49 точках получена урожайность средняя в этих опытах 26,3 центра а обратно я вам хочу сказать Иван только что сказал что средняя урожайность там в областях региона центра колебалась по подсолнечку в зависимости от области в районе 20-20-20-23 центров с гектара гибрид среднеранний группы показывает у нас вот такую стабильную урожайность на такой большой выборке чем больше выборка опыта тем достовернее результаты вот при средней влажности 8,9% максимальный урожай получен в Курчатовском районе Курской области 41,3 центра с гектара урожай в 30 центров для этого гибрида это не предел они значительно выше это все зависит именно от условий выращивания погодных условий складывались на территории потенциал у этого гибрида огромный прекрасный гибрид и наш чемпион гибрид который давно уже на рынке гибрид Сибокарди КЛП это гибрид премиум класса отличается максимальной урожайностью у нас в портфеле гибрид завоевал свое место под солнцем региона центра прекрасно растет дает прекрасные результаты и уроженность даже в этом году тоже тяжелым для под солнечка подчеркиваю именно для гибридов среднеспелой группы когда цветение этих гибридов совпало с высокими температурами плюс 45 градусов доходило у нас в некоторых районах и практически на территории региона во многих территориях складывались условия что два месяца не было осадка в момент налива но при этом гибрид был давно уже известен но заложен обратно подчеркиваю гибрид закладывает как гибрид стандарт для сравнения гибридов конкурентов смотрите у нас 31 точка средняя урожайность 27,5 центра зектара при средней урожайности 8,9 процента максимальная урожайность была получена в демоиспытаниях в Знаменском районе Тамбовской области она составила 43,9 центра зектара это прекрасный результат для текущего года и мы переходим к гибридам сульфотехнологии которые на сегодня сегмент наиболее развиваются у нас в территории и первым гибридом с которым я вас результатом которым я вас ознакомлю это гибрид Суми HSC новинка текущего сезона прекрасный гибрид Игорь Тимошенко спасибо рассказал о нем прекраснейшие характеристики имеет гибрид универсального типа заложен был в этом году в 73 точках получена средняя урожайность 26,3 центра зектара при средней влажности 8,9 центра зектара урожайность в демоиспытаниях в Богородицком районе Тульской области составила 43,9 центра зектара то есть гибрид подчеркиваю ранней спелой группы имеет потенциал урожайности на уровне средней спелой гибридов это урожайность приведенная здесь таблицы подтверждает данный тезис гибрид суматра тоже довольно свежий гибрид второй год в производстве у нас гибрид ранней спелой группы умеренно экстенсивного типа имеет компактное габитус растения хорошо используют в связи с этим влагу и минеральное питание имеют оптимальный наклон корзинки гибрид закладывался уже в 31 точке на территории региона центр положено в среднюю урожайность 23,2 центра зектара при средней влажности 9,3 процента влажных получено извините коллеги вот что хотелось бы сказать очень часто хозяйство территории региона центр используют для пересева гибрид успевает после даже в конце мая начале июня при случае пересева погибших культур вызреть и дать стабильно высокий урожай гибрид сузука прекрасный гибрид который у нас у нас практически обновился за последние два года на 90% в сегменте сульфа гибрид средней ранней группы умеренно экстенсивного типа на ранних этапах имеет высокую энергию роста отечается жарой за высокоустойчивостью вот имеет хороший потенциал урожайности в экстремальных экстрематических условиях что хотелось бы отметить что гибрид и внешне выглядит немножко отличается от всех гибридов в профиле компании синента своей окраской он такой светлоокрашенный светло-зеленого цвета гибрид и менеджеры по продажам команды продаж региона курс коррел брянск называют данный гибрид ее светлость и ее светлость сузука отвечает нам взаимностью гибрид в этом году закладывался в 60 точках получена средняя урожайность 26,1 центра сектара гибрид обратно подчеркивают средние ранние группы при средней влажности 8,8 процента обратно в лидерах по урожайности в демо чемпион у нас Абаянский район Курской области 40,3 центра сектара урожайность и в Тамбове 26 и в Белгороде 32 в Рязани 33 центра сектара Липецк 34 показывают что гибриды по территории центрально-черноземного центрально-федерального округа чувствуют себя прекрасно и показывают высокий стабильный урожай гибрид Суберик новинка текущего года Игорь его прекрасно характеризовал я сразу перейду к результатам значит был заложен в этом году в 59 точках демоиспытаний получена средняя урожайность 25,2 центра сектара при средней ларинности 9,3 процента как ни странно гибрид именно подчеркивает что он менее интенсивный от своего коллеги в своей группе спилости Суоми и вот в жёгких условиях Воронежской области Рамонского района показал чемпионский урожай 43,6 центра также на территории региона показывает высокие стабильные результаты ну и гибрид легенда первый гибрид компаний сингентов в сегменте сульфа Сумико HTC гибрид высокоинтенсивного типа среднеспелый стабильный урожайный масличных 55 процентов доказано не только нами в испытаниях но и как Игорь подчеркнул именно это данные хозяйства в этом году не исключение все гибриды которые у нас были в испытаниях мы отслеживали на масличность и они подтвердили свои высокие масличные качества вот перейдем к результатам в этом году хотя гибрид уже давно здесь на рынок все равно используется тоже как гибрид стандарт подчеркнул для того чтобы сравнивать с конкурентами гибрид был заложен в 47 точках на территории региона получена средняя урожайность 26,5 центра при влажности 9,1% и обратно у нас в сульфа сегменте чемпион испытаний Абаянский район Курской области 42,9 центра за гектар также на территории прекрасно показывает себя в Воронеже 35 в Белгороде 35 30 центров Добровский район Липецкой области где складывались не самые в этом году в общем сказать довольно экстремальные условия именно для группы среднеспелых гибридов еще раз подчеркиваю и мы перейдем к следующему сегменту технологий подсолнечка от компании Синента гибриды и начнем с гибрида Алькантара тоже довольно свежий гибрид в линейке классических гибридов у компании гибрид направлен условия выращивания очень жесткие гибрид Алькантара имеет максимальную засухоустойчивость среди всех гибридов от компании Сингента это обуславливается что на начальных этапах развития имеет очень быстрый стат растет гибрид очень бурно развивает не только надземную но и корневую систему что позволяет его бороться с неприятными условиями гибрид среднеранний имеет устойчивость к заразе хирас Аджи и он используется в этом АДУ были заложены опыты именно в тех территориях где из 5 лет 3 года это жесткая засуха и высокий прессинг высоковерлентных раз заразих это центр юг территории Воронежской области и часть территории Тамбовской области в этом АДУ был заложен в 11 точках получена средняя урожайность 25,6 центра с гектара при средней улаженности 7,5 процента вот напомним Эван нам сказал в начале о том что Воронежская область средняя урожайность по всей Воронежской области составила в пределах 21 центра кажется гибрид прекрасно показывает свой потенциал урожая в жестких условиях не было приятных извините коллеги следующий гибрид сиарка это гибрид олеиного типа умеренно синого типа раннеспелый чем же примечательен данный гибрид гибрид обладает высокой стабильностью засухоустойчивостью и жаростойкостью а также является гибридом маркером по толерантности к ржавчине имея для этого фактическую особенность такую что позволяет раскрывать свой потенциал урожайности и в тех условиях обратно же вот у нас в основном испытывался в Воронеж закладывался в опытах по Воронежской области при опытах было применение данного гибрида получена средняя урожайность 25 центров гектара при средней влажности 7,1 максимальный урожай 36 центров получен в Знаменском районе Тамбовской области коллеги меня слышно хорошо да 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 но необходимо отметить наверное Василий мы по классике что Алькантару что Арка показываем результат именно в тех территориях где классика еще сохраняется и имеет высокий процент нет смысла показывать в Белгородской области либо в Липецкой области где уже классическая технология идет на такие снижения то есть там уже как в Венгрии да то есть практически 90-95 процентов площадей подсолнечника сделается по какой-либо из технологий да то есть какие-то хозяйства идут больше в Клеофилд какие-то хозяйства имея свеклу идут больше в сульфа сегмент поэтому здесь спасибо спасибо Иван за комментарий я практически подхожу к следующему гибриду в сегменте классическом сегменте это гибрид свитчестер новинка тоже недавняя компания на рынке чем же примечательный этот гибрид гибрид экстенсивного типа имеет максимальную устойчивость к заразе к заразе раз А-Джи-Плюс то есть у нас есть точки испытания заложены по всей территории Российской Федерации так вот есть в Ростовской области Морозовск где этот район знаменит ну так будем говорить в кавычках знаменит тем что здесь присутствуют на площадях выращивания подсолнечка высоковерилентной расы заразихи и здесь если гибрид показывает урожайность этот гибрид способен противостоять заразихи в любых условиях выращивания и этот гибрид показал там прекрасные результаты по устойчивости к заразихи и также показывает прекрасный результат имеет также максимальную массовичность 55% и что хотелось бы отметить что этот гибрид все-таки требует в большей степени загущения чем остальные наши гибриды поэтому обращайте всегда внимание при выращивании на эту деталь данного гибрида и консультируйтесь с менеджерами от компании Сингента что касается результатов был заложен в 13 точках на территории региона цент получено урожайность 24,1 центра сектара при влажности 6,7 процента значит это Таловский район Воронежской области 31,1 центра сектара практически прекраснейший результат для текущего года на этом коллеги у меня вся информация которую я хотел вам рассказать спасибо за внимание и я передаю свое слово коллегам моим коллегам которые вам расскажут все о гибридах кукурузы от компании Сингента и результатах урожайности Василий Иван спасибо большое коллеги здравствуйте я Сергей Лущилин технический эксперт по семнам кукурузы в регионе центр и мы переходим с вами к блоку кукурузы хочу сделать небольшое напоминание у вас активна кнопка вопрос-ответ пожалуйста делитесь своими мнениями и задавайте вопросы на интересующие вас темы по кукурузе по подсолнечнику мы на все вопросы ответим и начинаем результаты сезона обзор что же у нас сложилось в регионе центра хочу напомнить что в начале презентации вы видели обзор по климату климатическая обстановка то есть засуха недостаток влаги неравномерное распределение осадков в течение сезона очень актуально в этом году и для подсолнечника и соответственно для технических культур и мы с вами увидим данные по урожайности кукурузы да конечно и вы сами отмечаете что не все смогли выйти на запланированную урожайность ту которую мы в принципе хотели и ожидали из года в год но опять же каждый сезон даже такой сложный сезон у нас есть достижения у нас есть новые гибриды которые поддержат вас в сложных климатических условиях и переходим к небольшому обзору по экономике по рынку кукурузы Кирилл да коллеги постараюсь здесь дать очень краткой информации чтобы успеть получить больше знаний по продукту на самом деле что сейчас интересует сельхозпроизводителя да что с ценой на кукурузу будет она расти снижаться и вообще какая стратегия должна быть потому что уборка затянулась сейчас доубирают последние там гектары причем по всей территории Российской Федерации начиная там от юга республик северного Кавказа заканчивая по Волжьям и даже на Алтае эта кукуруза которая есть она еще уже стоит под снегом так вот если коротко в целом мировой рынок левый график он показывает то что цена медленно но растет с чем связано в каждой стране по-своему свой драйвер где-то это прогноз снижения урожайности в оловке это Франция Аргентина со своим вторым урожаем и связано это во Франции например с топливным кризисом то есть сушка сейчас очень сильно подорожала потому что газ стоит дорого и многие сельхозпроизводители оставили кукурузу также в поле для естественной десекации и есть прогноз потерь и снижение качества соответственно постепенно европейский рынок цена растет аналогичная история с Украиной в США есть момент который сейчас чуть-чуть подстегивают ее вверх соответственно мировая цена будет расти что у нас происходит внутри страны внутри страны действует сейчас экспортная пошлина как и на зерновые остальные зерновые культуры на сегодня если я не ошибаюсь составляет порядка 68 долларов за тонну соответственно какая ситуация с одной стороны мировые цены растут вверх то есть вниз просадки мы не ожидаем но в то же самое время на уровне страны вот этот подъем цены на внутреннем рынке он ограничивается пошлиной соответственно цены выравниваются и вы видите да вот что с июля месяца она фактически стабильная пошлина действует и цены стабильны мы также ожидаем что он будет в рамках 15 тысяч рублей в зависимости от региона поэтому сказать что нужно ее срочно сейчас реализовывать наверное нет если она у вас в кондиционном состоянии не нужно ее там сушить и долго держать можете продавать там сейчас чуть позже в зависимости от того какие у вас есть контракты обязательства и так далее вот это если кратко на следующий сезон опять же что мы прогнозируем по площадям вы видели и знаете что по югу озимах было посеяно на порядка 200-300 тысяч больше чем в прошлом году а в центре и в Поволжье в общей сложности где-то на 0,8 миллиона гектар меньше о чем это говорит это говорит о том что уже есть задел на в исполнении этих площадей весной пропашными что это будет частично подсолнечник частично кукуруза но мы не ожидаем резкого роста по кукурузе следующий год он плюс-минус будет по объему рынка такой же 4,4,1 4,2 миллиона гектар да это вот та основная информация которая нужна наверное сейчас для продажи уже собранного урожая а уже по технологическим аспектам весенним мы проговорим сделаем серию весенних вебинаров это уже пусть будет ближе ближе к теме к концу зимы спасибо сереж наверное следующая твоя часть правильно я понимаю да все верно коллеги кстати а можете указать в чате что с кукурузой сейчас делаете храните или реализуете тут же интересно поведенческая вот эта история пожалуйста слушатели напишите в вопросы комментарии спасибо спасибо кирилл и мы переходим к портфелю гибридов по портфелю гибридов кукурузы анализируя рынок надо сказать что портфель у компании сингента я бы сказал самый молодой который сейчас представлен в принципе на рынке в течение последних 5 лет мы тотально обновили весь наш портфель заменили на гибриды кукурузы которые прекрасно подходят для различных климатических условий по России обратите внимание на данный момент у нас гибриды представлены как от раннего от 180 до 430 есть раннеспелые новинки кремисозубовидные гибриды с высоким потенциалом урожайности интенсивные также и экстенсивные потому что все мы с вами работаем в разных условиях по достатку влаги есть также гибриды из линейки ортезия на которых подробнее мы с вами поговорим чуть дальше ортезия это инновационные гибриды которые эффективно используют влагу и помогают получить вам больше урожая в сложных климатических условиях в этот бренд входят гибриды феномен фортага черинтес и гибрид си премьер также есть power grain гибриды это интенсивные гибриды с мощнейшим потенциалом урожайности и самое главное с просто ураганной влагодачей потому что никому не хочется лишнее сушить кукурузу так как сушка кукуруза это тоже одна из таких объемных статей затрат хочется конечно чтобы было побольше прибыли но не сушки и с гибридами power grain они соответственно очень хорошо дают влагу и помогут вам в этом также стоит отметить гибриды из линейки power cell это силосные гибриды которые подходят для идеально сбалансированного рациона с высокой питательностью и перевариваемостью и вы видите новые гибриды импульс сиазон си скорпиус о которых мы поговорим с вами далее и переходя к рекордам сезона я постарался на этом слайде выбрать не просто максимальной урожайности а отметить те зоны области в которых получены хорошие урожайности например по гибриду фартака в Иртельском районе 98 центров в зачете получил это просто отличнейшая урожайность для этого года также этот гибрид фартака получил один из опытов в Брянской области порядка 125 центров с гектара в зачете гибрид Телес это наш броневик 107 центров в Курской области Маримба Липецкая область 108 центров в зачете то есть вы видите что результаты урожайности даже в этот сложный год они очень и очень и у нас в каждой зоне в каждом районе есть свои достижения и переходим к обзору гибридов первый гибрид из ранее спелой линейки это гибрид Талисман обратите внимание на сам початок гибрид коревнистозаповидный ощущение что Талисман просто взяли и облепили со всех сторон зерном очень хороший очень набитый початок белый цвет стержня что хорошо что хорошо ценят переработчики если мы потом перерабатываем на крупу что касается самого гибрида Талисман как я уже говорил это ФАУ-180 это интенсивный тип гибрида то есть гибрид с очень высоким потенциалом урожайности из практики Талисман с ФАУ-180 вполне может давать 100 120 центеров в зачете в регионе центра такие урожайности действительно в производстве на этом гибриде получаются на территории Курской Орловской Брянских областей адаптирован к раннему СЕВу это то что стоит отметить в гибриде Талисман почему площади кукурузы растут и мы все идем по оптимизации соответственно надо зайти и посеять как можно раньше мы не всегда можем ждать оптимальных сроков СЕВа мы вынуждены заходить это как раз один из гибридов которые с повышенной холодостойкостью хорошо относятся к ранним срокам СЕВа отлично называется на высокий фон минерального питания гибрид интенсивный соответственно вкладая в него чуть больше удобрения он вам и отдаст это прибылью также стоит отметить что у талисмана высокий коэффициент перевариваемости силосной массы если вы ищете зеленый конвейер и вам необходим ранний силосный гибрид то талисман очень хорошо подходит в Европе у него одни из лидирующих показателей как раз при разделывании в том числе на силос и уровни урожайности обратите внимание василь уже говорил как читать данные слайды синим это вы видите здесь подписи урожайность при стандартной влажности нашего гибрида оранжевым средняя урожайность по опыту также отмечены влажности гибрида и влажность средняя по опыту талисман приходит к нам в целом со временем придет на замену гибрида фалькон как я уже говорил данный гибрид интенсивного типа и его целевая урожайность более 7 тонн с гектара если у вас сложные погодные условия недостаток влаги бедные почвы средняя по годам урожайность более 4-6 тонн гектара 7 тонн с гектара то возможно стоит взять гибрид немного такой броневичок да это из равных выписей это ротан о котором дальше поговорим но от 7 тонн с гектара посмотрите что талисман очень хорош он в большинстве опытов превосходит по уровню урожайности средню по опыту и на самом деле показывает прекрасную урожайность и переходя к гибриду ротанга ротанга это также кремнистозубоведный гибрид с V200 что отличает ротанга очень быстрый старт и раннее развитие он очень быстро развивается на ранних этапах какой плюс для вас все мы знаем что опять же рано сеем кукурузе необходимо 10 градусов минимум а желательно чуть больше температуры почвы для того чтобы нормально развиваться сорнякам требуется меньше и в регионе центра всегда встает проблема с защитой от сорняков на именно ранних этапах когда у нас в силу погоды или похолодания груза растет медленно так вот ротанга быстро стартует хорошо развивается и быстро закрывает соответственно междуряди и уже начинает активно угнетать сорняки кроме гербицидной обработки гибрид и сам помогает фермеру в защите от сорняков также стоит отметить что очень сильно эректоидно выражена эректоидность листьев если вы находитесь в зоне достаточного увлажнения увлажнения простите вы можете немного загустить данный гибрид в него початки фикс то есть на загущение не сильно будет изменяться размеры початка и за счет большей густоты вы можете получить выше урожай также стоит отметить что ротанга подходит совершенно для любых технологий возделывания для классической минимальной нулевой которую сейчас начинают активно использовать в засушливых районах и также стриптил полосовой технологии ротанга также идет со временем на замену гибрида фалькон но для более экстенсивных территорий обратите внимание на уровни урожайности прекрасные результаты в Орловской области в Мценском районе стоит отметить по ходу сева да если мы возвращаемся немного назад Орловская область в этом году отсеялась позже всех если основной регион центра задерживался сроки сева на полторы две недели из-за осадков то ребята с Орла сели где-то порядка три три с половиной недели позже и даже при таких затянутых сроках сева при таких поздних сроках сева вы видите что прекрасные уровни урожайности у данного гибрида из VO200 из-за гибрид который действительно может поддержать вас в сложных условиях и переходим к следующему гибриду это гибрид Телес кремнистозубовидного типа обратите внимание что зерно две трети початков в большей степени все-таки зубовидное и сама форма зерновки больше к зубу соответственно у него лучше влагодача одна из отличительных особенностей это просто невообразимое количество зерен в ряду как правило стандартный гибрид это 32 34 36 зерен в ряду Телес это всегда огромный початок это порядка 40 44 зерна в ряду и Телес можно сравнить с я не знаю с каким-то броневиком который может поддержать фермера в любых условиях необходимая гоночная трасса пожалуйста у него очень высокий потенциал урожайности он конкурирует с гибридами Фао 270 и выше необходимо проехать по сложным каким-то условиям сложить то есть Телес без проблем также всегда поможет всегда поможет дойти до необходимого вам результата что стоит отметить по Телесу он подходит совершенно для любых технологий прекрасно себя чувствует и при классике и при нулевой технологии он адаптирован к всем территориям региона центр пригоден для сроков сева от самых ранних до самых поздних мы с вами знаем что и ранние сроки сева ультра ранние не очень хорошо и поздние в принципе для гибридов кукурузы не так хорошо могут отозваться на урожайность но из практики гибрид Телес два года назад в Белгородской области производственные посевы поздний срок сева предприятие которое занимается животноводством проблем животноводства необходимо очистить лагуны чтобы далее могло все это функционировать и высокие дозы органики которые были выше нормы и срок сева в конце мая то есть это 20 числа мая и на данном гибриде было получено в производстве в зачете порядка 127 центров при стандартной влажности это просто впечатляющий результат и как уже говорил пригоден для совершенно ранних сроках севы если вы думаете не знаете какой запас продуктивной влаги будет весной если вы пока еще не проделились интенсивностью по вложениям по удобрениям если у вас какие-то новые поля Телес если вы все хорошо с технологией у вас ограничено ФАО но вам нужен высокий урожай тоже гибрид Телес это тот гибрид как уже говорил броневик который подходит для любых условий и переходим к результатам урожайности мы с вами видим что Телес очень хорош также видите на уровне у него с влагодачей и по уровню урожайности он превосходит большинство гибридов прекрасные данные по Курской области это Баянский Кореневский район Медвинский район Рязанская область достаточно холодный Александровневский район тоже очень высокая выражаемость порядка 70 центров с гектара что для этого года для этого района это превосходный показатель и переходим к гибридам из линейки Артезин Артезин это инновационные гибриды Круза которые эффективно используют влагу но не стоит думать что Артезин это только лишь гибриды для засухи потому что гибриды из линейки Артезин также выбираются по показателю чтобы у них был очень высокий потенциал урожайности то есть они подойдут также совершенно для любых условий но если сильная засуха гибриды из линейки Артезин это лучший выбор напомню что в данную линейку входят в России 4 гибрида это феномен Фортака и гибрид Си Чиринтес также есть гибрид Пример на Фау 380 который более подходит для южных территорий и возвращаясь к собственно точно гибридам гибрид феномен перед вами фотография початка стоит отметить что початки у линейки Артезин всегда многорядные это не менее 16 рядов зерен в початке 16 и более тонкая сердцевина все гибриды зубовины с хорошей отдачей влаги что стоит отметить по гибриду феномен из личных наблюдений когда вы его высеваете гибрид развивается он достаточно такой компактный по размеру то есть фазы у него идут но он такой курчавенький раскидистый вот но в росте кажется что он немного отстает все потому что у гибридов у этих очень сильно развитая корневая система и тогда когда растение пришло к фазе третьего листа и переходит на автотрофное питание оно развивается то есть и вверх и соответственно наращивает корневую систему так вот линейки ортезиан корневая система очень такая сильная мощная и это соответственно поможет вам использовать лагус более глубоких слоев и самая важная часть мы перешли как уже говорил в 4 листа на автотрофное питание и у нас следующая фаза это 6-8 листьев когда будет закладывать потенциал урожайности и то насколько мощное и здоровое растение в целом будет и будет зависеть изначально заложенный потенциал который уже потом в течение сезона необходимо нам сохранить феномен как я уже говорил 220 фау это отличительная особенность очень быстрая влагодача в предуборочный период то есть как только он достигает черной точки отдача влаги идет с гибрида очень быстро высокая засуха и жаростойкость и также устойчивость к прикорневому полеганию стоит отметить что за все время регистрации и возделывания вами в России данного гибрида не было отмечено ни каких каких-либо моментов с полеганием гибрид в принципе не полегает да это не очень правильно говорить но иногда складываются условия что необходимо убирать позже и гибриды по-разному склонны к перестою феномен это один из лучших гибридов которые устойчив к перестою но опять же лучше всегда убирать вовремя для того чтобы у вас потом не было проблемы с продукцией проблема с продукцией в каком плане если мы убираем влажное зерно и соответственно проблема с сушкой и при перестое когда растение уже не живое могут то есть растение высохло оно не живое оно уже ни к чему не толерантно и могут проявляться различные заболевания которые продуцируют микотоксины и переходя к результатам урожайности обратите внимание что феномен подходит как мы выделили то есть целевой урожайности более 4 тонн за гектар максимальный рекорд который на феномене в производстве был получен в Курской области 3 года назад это все данные без рожения я подобрал 135,6 центра в зачете В220 и как я уже говорил потенциал урожайности очень-очень высок обратите внимание что мы я специально подобрал и засушливый район то есть Поворинский район границ Саратовской области это вот как раз та ступенька та ваша страховка при засушенных условиях то что данный гибрид соответственно хорошо показывает себя по урожайности и с ростом интенсивности если мы переходим уже в Курскую область мы переходим в Липецкую Орловскую область там Белгородская везде у него хорошие хорошие результаты по урожайности и то что я говорил отдача влаги обратите внимание и мы переходим к следующему гибриду гибрид Фортака гибрид Фортака также из линейки Ортезин его из всех засухо-жаростокий гибридов можно сказать что он наиболее засухо-жаростокий то есть лучший из лучших феномен гибрид у нас бестселлер я забыл сказать по в целом продажам это самый продаваемый гибрид Фортака тоже один из самых продаваемых гибридов то есть с момента ввода регистрации гибрида к сожалению мы не можем удовлетворить весь спрос на на данный гибрид тот кто попробовал Фортака как правило его запоминает и старается на следующий год всегда заказывать заказывать и испытывать в своих хозяйствах и в производственных площадях обратите внимание зубовидное зерно тонкость сердцевина Фортака присуща полная выполненность то есть никакой пробки на верхушке початка как правило у него нет что стоит отметить по Фортаку это также быстрый старт и раннее развитие Фау 250 и данный гибрид очень я бы сказал также он толерантен к полиганию и раннее развитие у Фортак уже очень хорошо мы с вами разобрали что это поможет в целом нам потом в защите культуры от сорняков и переходя к урожайности результатам которые были получены в ваших опытах в производственных опытах в демоиспытаниях мы видим Росошанский район Воронежской области засушливые условия прекрасные показатели Калачеевский район я бы сказал Калач Павловск это примерно граница засухи в Воронеже и уже центральные части Калачеевский район прекрасные условия хорошо показывать себя в Тамбовской области хорошо показывать себя в Белгородской области если мы вспомним климат Я бы часть Курска и Белгорода назвал бы как климатический какой-то котел, где были самые высокие температуры. И также Брянская область, Северная область, где все хорошо с количеством осадков, но очень сложно с полдородием почв. Почвы очень пестрые, но Брянская область, Северский район, защита, хорошее питание. И вот она-то звездочка, которая поможет выручить, то есть может дать высокий урожай и при лояльных условиях, и в экстенсивных условиях себя очень-очень хорошо. Целевая урожайность более 4 тонн с гектара. И переходя к старшему брату из линейки Ортезин, старшему брату для региона Центра, это гибрид Черинтес. О Черинтесе стоит сказать, что гибрид уже несколько лет в продаже, это гибрид любимец белгородских, любимец курских аграриев. Что хотелось бы отметить по Черинтесу. Это высокий потенциал урожайности, также быстро развивается на ранних этапах вегетации и толерантность к большинству патогенов листьев и стебля. Растения типа стейгрин. Стейгрин хорошо или плохо, я напомню, вы все это прекрасно знаете. Чем дольше наше растение остается здоровым, нам нужен весь листовой аппарат растений. То есть, чем дольше растение остается здоровым, тем лучше у нас проходит налив. Соответственно, чем лучше налив, тем выше масса тысячи. А масса тысячи – это одна из основных составных урожайностей нашей. И, переходя к результатам, мы видим с вами, что, как я уже говорил, в большей степени этот гибрид в силу своего ФАО подходит для Воронежской, Белгородской, Курских областей, где сложились, я бы сказал, очень стрессовые условия в этом году. Но по уровню урожайности вы видите, что Черинтес наравне. И стоит отметить, что именно пик по температурам пришел как раз на момент светения гибрида ФАО-270 и выше в этом году. И вы видите, что гибрид очень хорошо с этим справился. Цельвая урожайность более 6 тонн с гектара. Я немного ускорюсь, чтобы дать время коллегам. Также, как уже говорил, зонтичный бренд PowerGrain. PowerGrain – сильное зерно. Две основных отличительных особенности. Во-первых, это высокая интенсивность и потенциал урожайности. И вторая, немаловажная, это гибриды, которые очень хорошо дают влагу. И гибрид Marimba. Marimba, кто знает, это музыкальный инструмент. И на музыкальном инструменте, чтобы он хорошо звучал, необходимо играть виртуозно. И в целом гибриды из линейки PowerGrain – это гибриды для профессионалов, у которых складываются условия по плодородным почвам, по достаточному обеспечению влаги. Это гибриды для получения максимально возможного урожая, в принципе, в конкретно вашей зоне. Да, это гибриды нежные, но если его защитить с самого начала и в течение сезона сопровождать, если нет каких-то стрессовых условий, то это те гибриды, которые обладают наибольшим потенциалом и наибольшей урожайностью. Стоит отметить по Marimba, чем запоминается початок. Мы его берем в руки, это действительно бочонкообразный початок с, как правило, вы видите, от 16 до 20, но, как правило, это 18-20 рядов зерен. Также растения из типа Stegrin. И переходим к результатам урожайности. Здесь я специально вставил и не очень хорошие результаты. То есть я взял те результаты, кто знает, в Абаяне была очень сильная засуха. То есть это Курская область на границе с Белгородом. И в целом целевая урожайность гибрида Marimba более 8 тонн гектара. И там, где мы видим, эта планка превышается, где пошли лояльные и, в принципе, интенсивные условия по защите, по выращиванию. Данный гибрид в 99,9% случаев всегда будет по урожайности выше. И переходя к следующему гибриду, это гибрид Impulse. Это одна из наших новинок. Обратите внимание, это очень эффектный запоминающийся початок. Это крупное зубовидное зерно. Что хотелось бы отметить. Impulse – это интенсивный гибрид с широким реалом адаптации. У него высокая толерантность к фузариозу. На самом деле мы этот гибрид проводили через ряд опытов различных по насыщенности патогенами фонах. В том числе специальное нарушение, хотя мы его не позиционируем в целом в регионе центра для всех зоноподорожений. Для того, чтобы сложились влажные условия и создать фузариозно опасный фон. Початки у Impulse всегда чистые. Если нет неповреждений вредителями, то всегда чистые от фузариоза початки. Соответственно, это превосходные экспортные качества, то есть если вы собираетесь реализовывать продукцию на экспорт. И также стоит отметить, одна из основных параметров реализации на экспорт – также натура. Среди наших гибридов Impulse обладает, я бы сказал, наибольшей натурой зерна. Что стоит отметить также про этот гибрид – это его стабильность. Его стабильность при возделывании, то есть он очень стабилен по урожайности. И также обратите внимание, вот этот вот красный цвет за счет повышенного содержания легкосвоимых белков. А лютина, зеотоксина, яйцо, которое бы славит высокую кормовую ценность для птицеводства, если идет, соответственно, ориентирование птицеводства не на мясо, а на яйцо. То есть птицеводы данные гибриды с таким профайлом очень и очень любят. И обратите внимание на результаты урожайности. Севский район, Брянская область – очень хорошие высокие результаты, более 12 тонн. В Липецкой области превосходные результаты получены. Новоусманский район, Воронежской области – очень и очень хороший гибрид. И это тот гибрид, который со временем станет настоящим бестселлером. И переходя к гибриду Озон. Мы уже разговаривали с вами про броневики, но все-таки тема машин, да, одна из моих любимых – это гибрид Озон стоит сравнить, наверное, с пикапом. Да, возможно, он быстро не поедет, но он вывезет в любых, соответственно, условиях. Это очень и очень хороший стабильный гибрид, фау данного гибрида 300. Это гибрид новинка. У него высокая адаптивность к различным и почвенным, и климатическим условиям, и технологиям возделывания. Обратите внимание. Высокая стабильность в условиях лимитированной урожайности, то есть данный гибрид не проваливается. И отличная толерантность к сломопатогенам початков листьев стебля. Это то, что надо для высокого получения урожайности. Целевая урожайность от 5 до 11 тонн. Это то, что мы видим. Да, на этом гибриде можно получить и более 11 тонн, но свыше 11 тонн он уже медленно разгоняется. Если проводить аналогию, хорошо, когда машина может поехать, ну, допустим, там, мощная, хорошая, 300 км в час. Но в связи с дорогами более 110 ехать уже опасно. Вот. И средняя урожайность по региону центра, она находится на уровне где-то порядка 5-9 тонн. И гибрид Озон – это как раз лучший выбор. Если вы, опять же, сомневаетесь в уровне влагобеспеченности, у вас в силу новых полей могут быть какие-то агротехнические нюансы. Азон очень хорош как раз для таких условий и, ну, то есть для условий ограниченной урожайности это очень-очень стабильный гибрид. Посмотрите по результатам урожайности, да, то есть постарался собрать весь регион центра, который подходит данной ФАО, прекрасно. В Липецкой области, Белгородской области, хорошие результаты, Курская область. И это гибрид тоже, который станет бестселлером. И на гибридах Кукуруза у меня все. Коллеги, если есть какие-то вопросы, задавайте, и я готов передать слово далее. Да, Сеш, спасибо большое. Только я в начале своего выступления проанонсировал Михаила Копытина, что он к нам присоединится по цифровым сервисам. И он мне написал, что он сейчас на параллельной встрече и не успевает присоединиться, ничего страшного. Я сам расскажу про эту часть, потому что также ее разрабатывал и понимаю, чем наши решения смогут помочь сельхозпроизводителю. Так вот, цифровые сервисы Сингента. Мы сейчас поговорим про конкретный случай. Это СИД-селектор так называемый. В общем, то, что рассказывали ребята, да, вот вы сейчас слушаете, по сути, такую расширенную лекцию. Вы слушаете ее уже полтора часа. И запомнить вот эти все вещи, которые говорят ребята, очень сложно, особенно по продуктам. Собственно, вот Сережа говорил на примере машин, что вот здесь вездеход, здесь броневик, да, там, здесь наоборот, Феррари по интенсивности гибридов. Но это все со временем в голове перемешивается, и можно забыть, да, какой же продукт подойдет конкретно для моих условий. Так вот, Сингента, благодаря работе своих специалистов в цифровой сфере, создала такое приложение СИД-селектор. Да, сейчас оно есть у наших сотрудников. Я думаю, что вскоре оно будет доступно и земледельцам обычным. В чем оно заключается? Сингента собрала 15 лет данных почвы, климата, результатов гибридов, линий и так далее. И с помощью специальных алгоритмов, да, там, нейросети, мы можем порекомендовать, какой продукт будет лучше для конкретного поля, либо для конкретного точки для по карте, конкретной локации. Вот, соответственно, мы сейчас создаем цифровой инструмент, который поможет использовать опыт полевых экспертов для комбинации со всем многолетним опытом, для рекомендаций для каждого конкретного поля, точки по карте, составления оптимального плана посевной. Я думаю, что читать все умеют. Не буду останавливаться на каждом предложении. Единственный момент, который могу сказать, что этот сервис может использоваться в двух случаях. Да, вот вы находите, например, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, выбираете гибриды для своих полей. И наши сотрудники, они могут взять отрисованные поля, либо точку на карте, и порекомендовать вам конкретные гибриды, чтобы вы смогли их приобрести и поселить вот на этих конкретных полях. И цель будет максимальная урожайность. Более того, в этой системе вы сможете выбрать, для каких условий вам нужны гибриды, либо для конкретной засухи, и можно будет посмотреть, в какие же года по динамике в этой территории, какие условия были. Это облегчает вашу работу, да, то есть абсолютно не нужно помнить сотни вот этих испытаний, какие годы мы, какие результаты получили. У нас есть все в базе, и полученные результаты, они дают возможность выбрать подходящий продукт. И второй вариант, когда вы уже, допустим, приобрели гибрид, подсолнечник или кукуруза, и вам необходимо их разместить максимально удобно на своих полях, да. Соответственно, этот вариант тоже возможен, и наши сотрудники, которые к вам приезжают регулярно, смогут взять гибридный состав, разбросать с вами по полям, которые вы назначите. Естественно, сейчас, когда этот инструмент начал жить и работать, нам интересно стало, слушайте, а вот рекомендации, которые дают, давайте их в этом сезоне на практике еще раз проверим, подтвердим. И здесь вот есть пример. Есть Баронежская область, Верхнихавский район, предприятие «Луч» и линейка, например, гибридов, которая была заложена. Вы видите, что справа в табличке есть урожайность, влажность по каждому гибриду, и топ урожайности показали. Это «Сумико» 26,7, «Цейтнеров», «Алькантара» 25,9, «Сузуко» 24,1. И в то же самое время, какой бы продукт рекомендовал алгоритм, да, сит-селекторы? И он бы рекомендовал абсолютно те же самые гибриды, да. Топ-тройка – это «Алькантара», «Сумико», «Конди», которого не было, да, в этой выборке, и «Сузуко». То есть те же самые продукты, которые показывают топ урожайность. Соответственно, уже есть определенный уровень доверия рекомендациям, которые дают алгоритм. Особенно отмечу сейчас для скептиков, потому что я частично отношусь к этому же типу людей, программы никогда не заменят агронома, да. То есть несмотря на то, что есть какие-то рекомендации общие, да, учитывающие погоду, да, учитывающие особенности гибридов, конечно, на уровне земли местная команда, местный агроном, наш сотрудник. Если они знают какие-то особенности местности или полей, потому что мы сами знаем, раньше там было два поля, запахали в одно, либо здесь было устье реки и так далее, могут быть разные варианты, но в целом для понимания общего эта штука отлично работает, да, эти алгоритмы работают уже несколько лет. И, например, второй, да, пример, рандомно взятый, это Воронежская область, Новая Усмань, стихозпроизводитель Ника, была кукуруза, да, был импульс, который дал 75,2 центнера, Фортага, там, и Озон в топ. Черинтоса не было, потому что мы, там был ограниченный, да, весной доступ кукурузы. И что мы видим при рекомендации? Те же самые Озон, импульс, Фортага находятся в топ продуктах, которые рекомендуются для этой территории. Окей, что бы я хотел еще раз напомнить, коллеги, кто-то из вас уже сделал предзаказ, да, на семена, кто-то сейчас думает об этом, о заказе семян. Пожалуйста, помимо действующей программы сертификат, которая позволит вам получить дополнительную, там, финансовую выгоду от сингента, да, при покупке, подумайте еще и воспользуйтесь сервисом. Это бесплатно, это не требует каких-то дополнительных капиталовложений по поводу либо грамотного размещения купленного объема по своим полям, что поможет вам получить максимальную урожайность, либо именно выбрать гибриды по подсолнечнику или по кукурузе для полей, которые вы сейчас либо определили уже, либо знаете, что будут. На этом на самом деле все по цифровым сервисам. Я не хочу перезагружать и так уже израсходованное время. Если будут вопросы, будь то по продукту, либо по цифровым сервисам, наши техэксперты, наши сотрудники отдела продаж, работающие на земле рядом с вами, задавайте им вопросы. Весь опыт, который у нас есть, мы постараемся приложить для того, чтобы вы получили максимальный результат и развитие вот этих долгосрочных партнерских отношений. И финальный момент, наверное, один из таких самых приятных, чем хорошо завершать подобные вебинары. Мы запускаем конкурс сейчас. Пожалуйста, публикуйте у себя в профиле Инстаграма, кто пользуется Инстаграмом, естественно, рассказ с фото или видео о ходе уборки или выдающихся результатах урожайности продуктов. Ставьте хэштег «Урожай Сингента» и наше жюри выберет три лучшие истории, авторы которых будут награждены ценными призами. Мы постараемся это все завершить до 30 ноября 2021 года. Соответственно, подарки поспеют к Новому году к вам. Спасибо, коллеги, большое за ваше время, за участие. Надеюсь, мы постарались уложиться и набрали такой очень хороший темп, потому что вы видели, ребята старались очень быстро все изложить. На самом деле, данных в голове много. Хочется поделиться. Если нужен более размеренный формат, говорите своим TSR-ам, говорите нашим технорям. Мы расскажем, поможем и подскажем, как правильно работать с нашими продуктами. Ребят, спасибо вам большое, спикеры. Я думаю, это завершающая история. Если у кого-то есть что сказать, говорите и закроем сессию. Я думаю, Кирилл, ты уже все сказал, поэтому ждем от коллег вопросов через TSR-ов, техэкспертов, АСМ-ов, неважно. А так, здоровья, хорошей цены и высоких урожаев в новом сезоне. Спасибо, ребята, спасибо, коллеги. Всем хорошего дня. Всем успехов и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok